Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 16 июня, Православная Церковь совершает праздник, который именуется Днем Святой Троицы Пятидесятницы. День Святой Троицы празднуется на Пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей. После воскресения Господня Его ученики непрестанно жили ощущением праздника. На протяжении еще сорока дней Он являлся им по одному и собранным вместе. На глазах учеников Господь поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в последний день мира Он придет на землю так же, как отошел к Богу Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им Утешителя, Святого Духа, исходящего от Бога Отца. Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по слову Господню. Как огонь в очаге поддерживали они в душах благодатное состояние того дня, каждый день собираясь в одном доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенные горницы они молились, читали Святое Писание. Так сбывалось и еще одно из древних пророчеств. От Сиона изыдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Так возник первый христианский храм. Возле того дома находился и дом любимого ученика Христа, апостола Иоанна Богослова. В нем, по завещанию Господа, пребывала и его мать, Дева Мария. Вокруг нее собирались ученики. Она была утешением для всех верующих. Праздник Пятидесятницы или День Святой Троицы проходил так. В десятый день по вознесению Господа Иисуса Христа, в день иудейского праздника Первой Жатвы, когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как во время бури. В воздухе появились яркие, трепещущие языки огня. Это был огонь невещественный. Он был одной природы с благодатным огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху. Он светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. Тут же вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах, исполнишееся в си Духа Свято. И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар глагола. Они заговорили на языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему миру. Омытые, щедро одаренные единым духом, чувствуя, что это только часть полученных ими духовных подарков от Господа, они держали друг друга за руки, образуя новую, сияющую, светлую церковь, где незримо присутствует сам Бог, отражаясь и действуя в душах. Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним Святым Духом, они вышли из стен Сионской горницы, чтобы бесстрашно проповедовать Христово учение о любви. В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святаго Духа, а также днем Святой Троицы. В явлении Святаго Духа, исшедшего от Бога Отца по обещанию Бога Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы день этот получил не только в память древнего праздника, но и потому, что это событие пришлось на 50-й день после христианской Пасхи. Как Пасха Христова заменила собой древний иудейский праздник, так и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой, как союзу в Духе на земле. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Лукелиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученица Павлы Девы. Празднуется перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву, священномучеников Лукиана, епископа, Максиана, пресвитера и Улиана Диакона, Маркелина и Сатурнина в Бельгии, преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, пресвитера. Совершается празднование югской иконе Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиза именинства, а также всех с днем рождения Церкви Новозаветной. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Благословен Отец и Сын, Трияпостасный Бог со Духом, Господь Привечный, Ты един, сокрыт Твой лик благим воздухом, явилось миру Божество, им исполняется природа, Вселенской Церкви торжество и человеческого рода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова